Идя! Итак, время пришло для второй саратовской партии. Валентин Лаптев, Тао. Я даже скажу больше, фарсайт энклейв. Куча трубцовых кризов, которые падают с небес и выжигают бедных хаоситов. У нас хаммеров энвилл, фаст атака, скорет. Здесь, а фаиндеров сколько говоришь? Десять? Здесь 8, Skyray, Riptide, обычные Warrior. В резервах что у тебя? Так, отдельно. Три плазма кризиса, три кризиса плазма мельта, два кризиса на каждом по 2 мельты, стенсор, стойминбэк, форсайт. Так, Riptide выскочил сюда, окошечко зарядил своим шаблончиком, сместился на 4, брони залегли, умер один бедняга. Рома умер. Повернулся обратно. Вам смешно, а Роме нет. Второй ход. Вышли много резервов, кроме мельта, смертников. Не завелся реактор, форсайт упал здесь. Встал, пострелял, обил, 6 человек с собой забрал трупики, убежал на 9. Эти пацаны упали сюда, убили одного там, в дверку видели. Осталось всего там сколько-то человек, не знаю. После того, как я на... Кто там, Дэкс? Марк, как я на нее наступил ногой, он очень боится восьмой льдак прокинуть. Эти упали сюда, без мельта Реджа пытались ничего. И Марк Релайтов, тут все светилось в них. История с Марком типична для клубов, турниров и культистов вообще. Их много, они маленькие, у них такие торчушки, и они постоянно тусят у самого края стола. Очень легко смахнуть и не заметить. Валентин пока большим шаблоном от Рептайда выбирал цели, незаметно смахнул. Случайно там Марк с топором как раз торчит. Куда-то он там откатился, и я ровненько отступал ногой хорошо. Заметили, пацаны рядом сидели, и я его не полностью раздавил, а всего лишь вырвал из подставки. Так что, слава богу, с Марком все хорошо. Только песочек в слое вместе с клеем ПВА улетел навсегда. Придется заново заливать. Но все это не относится к партии, так поржали. Тау завалили свой альфа-страйк. Ну, во-первых, им особо некуда было стрелять, мои все еще на подходе. Но им, во-первых, не повезло. Парни, которые должны были завалить бастион, ушли из мельта рэнджа, соскатрились, не достали. Фарсайт. Валентин был уверен, что маячок, который на нем стоит, работает сразу. Я, естественно, предотвратил это нарушение правил. И вторая пачка в результате пошла не туда, куда он хотел рядом, а подальше. И культистов выжечь не удалось. Мы вышли все. Давай, показывай. Хорошо, прокид. Драконы разобрали вектор страйками здесь пацанов. Остался один. Плюс дрон. Дрон аспейстиков убили. Огнеметами пожгли фарсайт. Остался фарсайт и один стелс. Его добили из вот этой вот штуки. Значит, хэви-болты в автоматическом режиме. Рану сюда, но не бегут парни. Вот. Выпали здесь эти пацаны из плазмы. Одна убили, одна рана. Автопушки отсюда убрали два дрона. Этот никого не убил здесь. Пацаны вышли, из него бегут в направлении врага. Вот. Здесь Таня, получившая обход фланговый, вышла в попу в Скайрею, уничтоживая его спаренных мельц. А мы в ответ выходим и оставляем от противника один рептайт. Удачный трейд у Тани на этом столе. Как раз куда-нибудь выйти, где бы она... Ну, она вышла прям как надо сахерно в попу Скайрею. Так что наши драконы в безопасности. Все кризы практически перебиты. Фарсайт, до свидания. На столе один рептайт. И куча маркеров, которые теперь, ну, помогут рептайду уничтожать. Переброс, переброса будет у него. У меня не будет кавера и так далее. Но, в общем, партия, собственно, сделана тоже на втором ходу, как и предыдущая. Так, этот здесь один... Три раз не попал, одну... Попал, не пробил. Рептайт вышел. Эти посвятили. Короче, слезал всех, кроме ларда. Он в одной ране остался. Вот. Эти... Маркетлайт сюда. Повысили баллистику бегающим. Уничтожили одного обля. Мэйк. Коса ушла. Эти вектор страйками тут убили. Осталось трое. Автопушками там достреливали. И одного добили. Они стоят. Асотки... Асотка убрали здесь. Из хэви болтера. В автоматическом режиме добили. До этого Террифаем прогнали двух пацанов. Инвиз на себя повесили здесь. Баржи добили последнего пацана. Бежим на точках. Ну, комментировать тут особо нечего. Но игра превращается в вопрос. Успеем ли мы до конца убить Рептайда или нет. Эти-то смертники упали сюда. Маркетлайт 2 попали. Дракона из мельц. Его нажарили. С одного попадания, правда. Этого уничтожил облитератора здесь. Отступил. Эти тоже отступили. Не взорвалась и в очередной раз точка. Баржа пролетела на 12. С снапшотами ничего. Отсюда убрали одного. Он прошел. Пытались запугать Террифаем. Пацана не испугался. Лордом на него побежали. Он из Ионки два раз попал. В него скотина положил. Тот не встал. Эти шли, стреляли двумя ласками в этих. Ничего. Сюда же Таня пролетела. И Вектор Страйком убрали последний пасок. Забавно, что каждый раз, когда Синусерд пытается кого-то насадить на Скарабов, он либо не доходит до ХТХ, либо Скарабов прокидывают и его убивают. Самый бесполезный лорд. Пятый ход Тао. Не попали Мельты. Не попала Ионка большим шаблоном. СМСками снесли одну рану. Пацаны здесь постреляли, не попали. В ответ взорвалась у них какая-то штука. Умер один человек. Мы на пятый вышли и уничтожили бедного последнего человека. Отсюда из-за солток один рендинг, один обычный. Дожали пацана, которого сняли до этого рану из автопушек. Остались одни файвары и сдались на это. И ответ у нас есть. Рептайт скончался от двух незаведенных реакторов, одной автопушки, одной осолтки и одного рендинга этой осолтки. Ни второй армор, ни ФНП ему не помогли. Вот так вот очень похоже на первую партию, только в обратную сторону. Ожидайте третью. Всего три игры я успел сыграть в Саратове. К сожалению, не мог просиживать весь уикенд в клубе. Все-таки в Саратов я приехал не по этому поводу. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова